Евгений Водолазкин Соловьёв и Ларионов Памяти прадеда Первое Он родился на станции с неброским названием 715-й километр. Несмотря на трёхзначную цифру, станция была небольшой. Там не было ни кино, ни почты, ни даже школы. Там не было ничего, кроме шести деревянных домов, стоявших вдоль железнодорожного полотна. Достигнув 16 лет, он покинул эту станцию. Он уехал в Петербург, поступил в университет и стал изучать историю. Учитывая полученную им при рождении фамилию Соловьёв, этого следовало ожидать. Профессор Никольский, университетский руководитель Соловьёва, назвал его типичным self-made man, пришедшим в столицу с рыбным обозом. Но это было, конечно же, шуткой. Ещё задолго до приезда Соловьёва, 1991 год, Петербург перестал быть столицей, а на станции 715-й километр никогда не было рыбы. К великому сожалению подростка Соловьёва, там не было ни реки, ни, по крайней мере, пруда. Читая одну за другой книги о морских путешествиях, будущий историк проклял своё внутриконтинентальное существование и решил провести остаток дней, к тому времени ещё немалый, на границе суши и моря. Наряду со стремлением к знаниям, тяга к большой воде определила его выбор в пользу Петербурга. Иными словами, фраза о рыбном обозе так и осталась бы шуткой, если бы не акцент на преодолении изначальных обстоятельств, так изящно поставленный английским выражением. Как ни крути, историк Соловьёв был самым настоящим self-made man. Другое дело, генерал Ларионов, 1882-1976. Он появился на свет в Петербурге, в семье потомственных офицеров. В этой семье офицерами были все, за исключением отца будущего генерала, который служил директором департамента железных дорог. Ребёнком Ларионову посчастливилось увидеть даже своего прадеда. В этой семье имели вкус к долгожительству. Естественно, генерала, высокого прямого старика, потерявшего ногу ещё в Бородинском сражении. Любое движение прадеда, даже самый стук его деревяшки о паркет, в глазах малолетнего Ларионова было исполнено особого достоинства. Незаметно для других, ребёнок любил подогнуть правую ногу, пересечь залу на левой ноге и, по-ларионовски забросив руки на спинку дивана, откинуться на неё с глубоким вздохом. Дед Ларионова, да и его пышноусые дядья, были, вообще говоря, не хуже прадеда, но не бравый их офицерский вид. Неумение красиво выражаться, прадед был молчун, не могли идти ни в какое сравнение с отсутствием ноги. Единственным, что примеряло ребёнка с его двуногими родственниками, было обилие медалей. Больше всего ему нравилась медаль за усмирение польского бунта, полученная одним из дядьёв. Дитя, не имевшее ни малейшего представления о поляках, было заворожено самой мелодикой словосочетания. Ввиду явного влечения ребёнка к медали, дядя ему, в конце концов, её подарил. Эта медаль, вкупе с медалью за покорение шибки, полученной им от другого дяди, была носима мальчиком вплоть до семилетнего возраста. Слово «шибка» сильно проигрывало слову «бунт» по части звучности, но красота самой медали восполняла её фонетические недостатки. Не было для ребёнка минут счастливее, чем те, что провёл он, сидя среди своих родственников-офицеров с двумя медалями на груди. Это были ещё прежние русские офицеры. Они умели пользоваться столовыми приборами, включая позабытый ныне рыбный нож, непринуждённо целовали ручки дамам и проделывали массу разных вещей, недоступных офицерам позднейшей эпохи. Генералу Лорионову не нужно было преодолевать обстоятельства. Как раз наоборот, ему надлежало только впитывать, наполняться до краёв качествами своей среды, что он, собственно, и сделал. Генеральское начало проявлялось в нём с раннего детства. С того самого времени, когда, едва начав ходить, ровными рядами он выстраивал на паркете деревянных гусар. Видя его за таким занятием, присутствующие произносили единственно возможное словосочетание «генерал Лорионов». Вдумайтесь, как естественно соединение этих двух слов. Они созданы друг для друга. Они произносятся без паузы и, перетекая одно в другое, становятся единым целым, как единым целым становится в бою всадник и его лошадь. «Генерал Лорионов». Это было его первым и единственным домашним именем, к которому он привык сразу и навсегда. «Генерал Лорионов». Заслышав это обращение, дитя вставало и молча отдавало честь. Говорить оно выучилось лишь к трём с половиной годам. Что, спрашивается, соединило две столь непохожие личности, как историк Соловьёв и генерал Лорионов, если позволительно, конечно, говорить о соединении молодого цветущего исследователя и утомлённого сражениями полководца, ушедшего, к тому же, в мир иной. Ответ лежит на поверхности. Историк Соловьёв изучал деятельность генерала Лорионова. Окончив Петербургский университет, он поступил в аспирантуру Института русской истории. В этом-то институте генерал Лорионов и стал его диссертационной темой. Не приходится сомневаться, что к 1996 году, а именно о нём идёт речь, генерал Лорионов уже всецело принадлежал русской истории. Разумеется, Соловьёв не был первым, кто занялся изучением биографии знаменитого генерала. В разное время появилось десятка два научных статей, посвящённых разным этапам его жизни, а главное, связанным с ним тайнам, так до сих пор и неразгаданным. Это немалое, на первый взгляд, число работ кажется совершенно недостаточным на фоне того интереса, который генерал Лорионов всегда вызывал и в России, и за рубежом. Неслучайным представляется то обстоятельство, что количество научных исследований значительно меньше числа романов, фильмов, пьес и так далее, в которых генерал предстаёт либо как действующее лицо, либо как прототип героя. Такое положение вещей как бы символизирует преобладание мифологии над положительным знанием во всём, что касается покойного. Более того, как показал критический анализ французской исследовательницы Амели Дюпон, мифология проникла даже в научные статьи о полководце. Потому для всякого, кто впервые приступает к данной теме, поле исследования становится до определённой степени минным полем. Но даже те статьи, и об этом также пишет А. Дюпон, в которых истина предстаёт во всём блеске научной аргументации, освещают столь частные проблемы и эпизоды, что значение добытой и аргументированной истины стремится к нулю. Знаменателен тот факт, что работа самой А. Дюпон, книга вышла на французском и русском языках, до сих пор является единственным монографическим исследованием, посвящённым генералу Лорионову. Дюпон А. Загадка русского генерала СПБ 1991. Этим обстоятельством лишний раз подчёркивается скудость источников по данному вопросу. Если французской исследовательнице и удалось собрать материал для монографии, то исключительно благодаря её самоотверженности и особому отношению к теме, названной её темой своей жизни. В самом деле, А. Дюпон без преувеличения была создана для разысканий о русском полководце. В данном случае имеется в виду вовсе не внешние данные историка, над которыми научное сообщество позволяет себе подтрунивать. Речь, в частности, идёт о росте исследовательницы 187 см и выросших после 40 лет усах. Известно ведь, что колкости и шутки за спиной крупного специалиста в узких кругах А. Дюпон именуют мон-женераль, являются обычно не более чем формой проявления зависти. Таким образом, упоминание о предназначенности А. Дюпон для указанной темы прежде всего подразумевает её редкую настойчивость, без которой в сущности и невозможно было бы обнаружить те важнейшие источники, которые она впоследствии опубликовала. И, право же, недалеки от истины те, кто полагает, что появление усов, вызвавшее неадекватную реакцию в научных кругах, могло быть обусловлено в первую очередь увлечённостью исследовательницы темой. Объективности ради следует, впрочем, отметить, что сам генерал Лорионов усов не носил. На всех сохранившихся фотографиях, смотрев клейки в книге А. Дюпон, перед нами предстаёт тщательно выбритый человек с коротко подстриженными и уложенными на пробор волосами. Пробор выполнен настолько ровно, а качество бритья столь безупречно, что при рассматривании фотографий невольно ощущается запах туалетной воды. Как и в большинстве других случаев, в отношении своей внешности генерал Лорионов принял единственно верное решение. В отличие от окружавших его офицеров, он не стал стилизоваться под Александра Третьего, посчитав, что идеально правильные черты его лица не нуждаются в обрамлении. Что интересно, несмотря на эту правильность, лицо его не казалось красивым. В зрелом возрасте, особенно в старости, оно стало словно бы живее. Нередко случается, что, рассматривая фотографию человека в молодости, поражаешься вопиющей недостаточности, почти эмбриональности его вида в сравнении с тем, что пришло позже. В таких случаях испытываешь сожаление по поводу существования в жизни портретируемого и такого этапа. Разумеется, подобное чувство в высшей степени аисторично. Что же касается генерала, то появившиеся с возрастом морщины под глазами и возникшие на носу горбинка сделали его лицо более рельефным. В определенный период своей жизни, лет в 35-40, этой горбинкой и выражением лица, но не чертами в целом, он напоминал кардинала Ришелье. Именно к этому периоду относятся как пик деятельности генерала, так и связанные с ним тайны. Может быть, его сходство с Ришелье было сходством имеющих тайну? Как бы то ни было, со временем ушло и оно. Даже бегло взгляд на иллюстративный материал А. Дюпон убеждает в несомненном преобладании фотографий последнего периода жизни генерала Ларионова. Специальный старик не снимался, но никогда и не жеманничал, отворачиваясь от встречавших его фотокамер. Он относился к ним с полнейшим равнодушием. Такое отношение придало портретам генерала редкую в данном жанре естественность. Не этой ли естественности в первую очередь стоит приписать две победы, в разное время одержанные фотопортретами генерала на международных конкурсах? Не приходится сомневаться, что и те, кто абсолютно незнаком с деятельностью генерала и даже не слышал его имени, припомнят черно-белую фотографию старика, сидящего в складном кресле на самом краю мола. Ялта, 1964 год. Она вошла в классику мировой фотографии, подобно паровозу, выпавшему из окна парижского вокзала, подобно маяку среди бушующих волн и так далее. Несмотря на жару летнего дня, старик сидит в белом френче. Он сидит под полупрозрачным тентом, положив ногу на ногу. Носок светлой туфли вытянут вперед параллельно земле и почти сливается с молом, так что кажется, будто стоящий неподалеку маяк балансирует на носке этой изысканной обуви. Взгляд старика обращен вдаль и исполнен особого внимания того, кого не интересуют вещи, лежащие ближе линии горизонта. Этот старик — генерал Лорионов. Что и говорить, в сравнении с такой фотографией все прежние снимки генерала блекнут, становятся невыразительными и в какой-то степени недостойными этого выдающегося человека. То, что в памяти потомков генерал остался в самом, так сказать, зрелом виде, можно считать его безусловной удачей. Большей удачей его жизни было, пожалуй, лишь то, что по окончании гражданской войны его не расстреляли. Это всегда относили к области необъяснимого. Но вот что существенно. Как раз на этой загадке и решил сосредоточиться историк Соловьев. Здесь можно предвидеть возражения в том роде, что является ли, дескать, историк Соловьев той фигурой, которая способна распутать сложнейший исторический клубок, и стоит ли вообще возлагать какие-либо надежды на вчерашнего студента, да к тому же еще и селф-мейд-мен. Эти возражения не кажутся основательными. Достаточно указать, и этот факт был впервые установлен А. Дюпон, что А. П. Гайдар в 16,5 лет командовал полком. А что уж до селф-мейд-мен, то при широком понимании термина таковым следует считать всякого, кому удалось чего-то в жизни добиться. Стоит, впрочем, указать, что открытие француженки носит случайный характер и связано с основным предметом ее исследования. По окончании гражданской войны, когда А. П. Гайдар стал публиковаться, генерал Лорионов неоднократно сокрушался, что в свое время не поставил его к стенке. В отношении работы Соловьева над собой достаточно упомянуть лишь одну деталь. Он сумел изменить свое южно-русское произношение на аристократическое петербургское. Разумеется, в самом по себе южно-русском произношении нет чего-либо зазорного или умаляющего достоинства его носителей. Точно так же, скажем, как хромающий московский говор не способен опорочить жителей столицы. В конце концов, М.С. Горбачев перестраивал Россию как раз с южно-русским произношением. В отличие от Соловьева, Горбачев не был историком, он сам творил историю, не слишком заботясь об орфоэпической стороне дела. Даже уйдя впоследствии на пенсию и обретя все возможности для самообразования, государственный деятель не нашел в себе сил отказаться ни от фрикативного «г», ни от звонких согласных в конце слова. Что же касается Соловьева, то, шепча на кухне общежития «Русские скороговорки», он в собственном своем представлении занимался чем-то большим, чем просто постановкой произношения. Он изживал в себе провинциализм. Важную роль в развитии Соловьева сыграл его научный руководитель, знаменитый профессор Никольский. Прочитав первую курсовую работу студента, она была посвящена освоению Россией Дальнего Востока, профессор пригласил его к себе в кабинет и, ничего не говоря, долго продувал мундштук папиросы «Беломор». К папиросам он пристрастился на одноименном канале. «Друг мой», — сказал закурив профессор, «наука скучна. Если вы не свыкнетесь с этой мыслью, вам будет нелегко ею заниматься». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова